жаловать на нашу презентацию Дипифор, программы Дипифор. Меня зовут Аннель, я являюсь координатором программы Дипифор. Буквально вкратце вам расскажу правила нашей презентации. Сейчас вы на экране видите, как выглядит интерфейс нашей программы, платформы. Это WebEx. Если вы хотите задать какой-либо вопрос, вы можете включить звук. Вот внизу у нас рисунок микрофона. Это сейчас включенное состояние. В выключенном состоянии сейчас у вас стоит на нем зачеркнутая красненькая иконка. А также вы можете задавать все ваши вопросы и писать к нам в чат. Чат у нас находится внизу, с правой стороны. Если у вас вопросы есть, можете, пожалуйста, задавать. Познакомься с нашим преподавателем. Ее зовут Зарина Турапова. Она у нас преподает не только Дипифор, она у нас преподает и СССР бумаги. Ну и я по себя уже сказала, если у вас какие-то вопросы тоже касательно курса есть, вы можете их задавать мне. Зарина сейчас уже более подробно про себя расскажет. Расскажу вам о программе нашей сегодняшней сессии. Первое – это будет знакомство с преподавателем. Мы расскажем о квалификации Дипифор. Вообще сделаем обзор о нашей учебной программе. И расскажем об изменениях и экзамене, предстоящем в декабре 2020 года. Зарина, я думаю, вам уже передам право презентовать. Отлично. Сейчас пару секунд буквально. Секундочку буквально. Добрый день, коллеги. Пока Нелли настраивает мой экран, познакомимся. Я буду вести Дипифор, осеннюю сессию, перед подготовкой к вашему экзамену на 11 декабря. Ближайшая сессия у нас будет 11 декабря, так как две сессии, которые планировались в июне и в сентябре, были перенесены. Зарина, я уже передала. Отлично. Так. Мой экран не видно, да, получается? Сейчас, секундочку. Все отлично видим. Спасибо. Отлично. Очень приятно. Коллеги, сегодня я хочу поговорить с вами касательно Дипифор, диплома по международной финансовой отчетности. Основные вопросы, почему важно знать МСФО, все мы работаем, все мы с вами уже профессионалы в своем деле и понимаем, что, учитывая финансовый спектр нашей деятельности, учитывая, что мы каждый день сталкиваемся с какими-то операциями без МСФО, да, что такое МСФО, международные стандарты финансовой отчетности, нам не получится прожить сегодня. Поэтому мы понимаем, что основная часть, важность МСФО для нас – это наши знания, это применяемые стандарты во всем мире, это продвижение по карьере, плюс успешность компании в рамках правильности введения деятельности по компании. Поэтому МСФО – это не просто набор каких-то разноплановых правил, которые будут усложнять деятельность бухгалтера или деятельность финансового директора, да, если он будет спрашивать, почему именно так или иначе. Это четкая, логичная структура в рамках построения финансовой отчетности и предоставления правдивой информации для именно пользователей информации компании, для руководства и для общепринятых правил. Поэтому сегодня мы немножко познакомимся с вами. Я ваш бизнес-тренер, приглашенный преподаватель по МСФО. У меня опыт, шестилетний опыт работы компании в PwC. Я закончила КИМЭП, у меня образование, бакалавриат и магистратура в области финансовой и бухучета. Дополнительно у меня параллельно идет пятилетний опыт преподавательский. Я являюсь старшим преподавателем в КИМЭПе и в КБТУ – Международной школы экономики. Так как у меня уже есть, в принципе, понимание и опыт в ведении тренингов и курсов, поэтому в этом году, начиная с прошлого года, я стараюсь преподносить информацию по новым тренингам и в рамках квалификации DEPIFER. Давайте знакомиться. Как вы думаете? Вы можете написать в чат, можете сказать в микрофон, что вы ожидаете сегодня по нашей повестке. Мы понимаем, что DEPIFER, если у вас еще какие-то вопросы, вы можете кидать в чат. Если вам не слышно или какие-то проблемы, сразу говорите. Если есть какие-то вопросы, то мы обязательно это обсудим. Поэтому мы, основная часть нашего, новый формат презентации, отлично, мы поговорим в конце про новый формат. Также поговорим, в чем разница между стандартами FRS и EAS. Вы будете говорить, ну как так, DEPIFER, да, будем смотреть стандарты. Сколько стандартов? Их много стандартов. Вы говорите, как можно понять все стандарты? Можно понять все стандарты. Но если учитывать последовательность ваше время, ваше желание, то мы будем покрывать, как старые стандарты, EAS, да, International Accounting Standards. Это те стандарты, которые были до 2002 года. И АФРС – это новые стандарты, которые были после 2002 года в связи с тем, что изначально комитет по МСФО, International Accounting Standards Committee, выпускал стандарты EAS. Потом у нас это все перестроилось в Совет по МСФО. Это International Accounting Standards Board, который стал под новой аббревиатурой выпускать АФРС. По идее у нас выпущен 41 стандарт EAS и ФРС – 16 стандартов. Вроде бы можно было бы и продолжать EAS, но они поменяли аббревиатуру, поэтому стандарты, по сути дела, только делятся на зависимости от года выпуска и как бы срока выпуска. Что-то закрывается, что-то изменяется, что-то перевыпускается. Повестка нашей встречи не буду затягивать, так как мне пишут касательно нового формата проведения экзамена. Мы поговорим именно, что мы покрываем в рамках квалификации, обзор учебной программы, что туда войдет. Краткое изложение изменений, что поменялось по отношению к предыдущему году. И экзамен DEPIFER – ожидание в декабре 2020. Как бы, грубо говоря, наш ближайший экзамен, который будет в декабре. Квалификация DEPIFER. Вы все можете посмотреть на данный слайд, дается текстовка, но основной целью квалификации DEPIFER – то, что вы получите знания в области МСФО. Я не говорю, что мы посмотрим все МСФО, которые у нас сейчас опубликованы нашим советом по МСФО и также комитетом по МСФО. Но мы покроем 85% наших стандартов. Поэтому это курс, который добавит вам дополнительно знания в рамках применения и понимания МСФО. У нас будут и практические, и теоретические занятия, которые помогут вам разобраться с этими стандартами. Вы скажете, что у меня будет по окончанию этого курса. По крайней мере, у вас будет багаж знаний, который вы сможете применять в реальной жизни. Что у нас именно идет в рамках нашего курса? Помимо МСФО мы также будем концентрироваться на подготовке финансовой отчетности группы. Это значит, что у нас будет консолидация. Консолидация дочерних ассоциированных компаний, а также совместное предпринимательство. Мы не будем покрывать отчет о движении денежных средств групп и консолидацию отчета о движении денежных средств группы. Так как это не входит в рамки нашей квалификации, не затрагивает данный стандарт. Коллеги, вы также поймете, что DP4RU все-таки больше идет... Почему RU? Это русский вариант. Мы все русскоговорящие. И я понимаю, что есть кто-то со знанием английского языка, кто-то хорошо знает казахский язык. Но здесь есть возможность понять и почитать эти вещи на доступном языке. Поэтому это является плюсом данной квалификации, так как изначально он сдавался на английском языке. Как у нас состоит с маркером? У нас экзаменатор получается Пол Робинс, который составляет данные экзамены. Но маркер у нас московский, так как мы пишем на русском языке, и будет нас проверять московская панель. Ознакомление с DP4RU. Ну, что я могу сказать? Вам точно нужно будет решить для себя, сможете ли вы уделять время для подготовки. Так как программа насыщенная, она вносит 85% стандартов, обхват всей информации потребует от вас усилий и постоянности в рамках занятий. Что вы последовательно посещаете все наши тренинги и готовитесь целенаправленно, чтобы сдать этот экзамен. Вы сегодня и сейчас решаете, что вы точно сдаете этот экзамен, и у вас есть мотивация на сдачу этого экзамена. Так как вопросы носят практический характер, поэтому знания будут применяться к определенным ситуациям, сценариям по МСФО. Также будут теоретические и расчетные действия в рамках экзамена. Поэтому мало, чтобы просто зазубрить экзамен, либо теорию, надо уметь именно ответить по существу, то, что требует экзаменатор. Так как у нас уже есть опыт с вами и уже есть багаж знаний, сейчас основная цель – это сдать этот экзамен. Но как сдать? Обзор учебной программы. Мы будем вам предоставлять учебное пособие «Сборник заданий курсу лекций», «Сборник экзаменационных заданий», «Вопросы». Это три книги, которые будут базироваться для того, чтобы вы смогли сдать экзамен. Так как книги содержат все-таки учебное пособие, оно не коротенькое, оно содержит информацию, выжимки, которые требуются на экзамены, также идет понимание, что эти выжимки подтверждаются сборником заданий курсу лекций. Это базовые знания, которые мы должны подкрепить на фоне теории, которые у нас есть. И дальше у нас идет «Сборник экзаменационных заданий», именно экзаменационные задачи, которые будут от вас требоваться на экзамене. Поэтому помимо вот этих трех книжек, которые вы сейчас видите, еще к сборнику заданий, к сборнику экзаменационных заданий, вы получите дополнительно ответы. Еще две книжки такие же, они толстенькие, но это все-таки профессиональный уровень сдачи квалификации, которые требуют именно от вас определенности и навыков решения по данному экзамену. Если все-таки вы планируете сесть за неделю и сдать этот экзамен, это будет зависеть, конечно, от вашей базы. Ничего такого сверхъестественного я не могу предсказать, но, как и любой экзамен, это все-таки упорство и охват всей информации. Учебная программа будет включать международные законодательные источники, элементы финансовой отчетности, представление финансовой отчетности и раскрытие информации, подготовка внешних финансовых отчетов для объединенных предприятий, ассоциированных компаний и совместного предпринимательства. Как вы видите, последний параграф – это наша консолидация. Поэтому, если посмотреть из учебной программы, скажите, пожалуйста, есть ли у меня здесь люди, которые уже проходили эту программу, которые уже понимают какие-то вещи из депифора, которые уже столкнулись с какими-то сложностями, вы можете поделиться своими впечатлениями все-таки, на что нужно делать упор или чего вам не хватило в рамках прохождения, чтобы сдать экзамен, либо чтобы пойти на экзамен, потому что это важно. Видите, здесь люди проходили. Отлично. У нас есть уже знающие. Скажите, поставьте плюсики. Есть ли люди, которые закончили осей программу, квалификацию или фундаментальный уровень, или, допустим, всю программу закрыли. Есть ли у меня профессионалы с квалификацией осей, которые идут дальше на повышение квалификации фундаментальный. Отлично, Наталья, шикарно. В принципе, те, кто проходили, те, кто закрыли фундаментальный, им будет легче, потому что уже есть знания, потому что вы уже где-то понимаете. Ну, знаете, наш мозг – это такой склад, где мы туда все время складываем что-то, но потом забываем, и когда нам что-то нужно, мы все-таки должны зайти на этот склад и взять, да, поэтому нужно всегда освежать, обновлять информацию, и давайте вернемся в обзор учебной программы. Первая часть, она коротенькая. Это будет просто информация, как устроен наш совет по международным стандартам и кто туда входит. Если вы посмотрите на следующие элементы, это элементы финансовой отчетности, я не буду все зачитывать, но вы видите, минимум 19, да, стандартов и новых, и старых мы здесь покрываем, даже больше, где-то стандарта 21. Поэтому, как видите, программа насыщенная. Последующая часть – раскрытие предоставления. Мы еще затрагиваем стандарты, которые не вошли в предыдущую часть. Плюс дополнительно к этой программе мы покрываем консолидацию. Это еще дополнительные стандарты. Поэтому программа разделена на определенные блоки, разделена на тренинги и разделена на вещи, которые мы будем практиковать в рамках прохождения каждого стандарта. Если посмотреть, что исключено из учебной программы, как я сказала, подготовка отчета движения денежных средств ИАС-7 не будет. У вас есть в учебном пособии информация про промежуточную финансовую отчетность ИАС-34, но она не будет тестироваться. Она дала вам как сравнительная информация. Также страховые организации мы не тестируем. Мы не тестируем сложные групповые структуры. Если вот Наталья у нас закрыла фундаментальный уровень, последующие бумаги как P2, там уже будут тестироваться в ИССЕ именно более сложные вещи, консолидация отчета движения денежных средств. Здесь программа проще. Поэтому здесь также не будет тестироваться гиперинфляция и интерпретации, которые помогают рассмотреть стандарты, как и ФРИК и СИК. Это International Financial Reporting Interpretation Committee, либо СИК – это Standard Interpretation Committee. Разница в том, что СИК – это более к старым стандартам интерпретации. А ФРИК – это более новым стандартам интерпретации. Мы это не покрываем. Структура экзамена. Структура экзамена – 3 часа 15 минут. Те, кто уже готовились, они знают, что это ровно 3 часа 15 минут. Раньше 15 минут давалось на чтение. Сейчас 15 минут можно использовать для решения этих заданий. Формат экзамена состоит из четырех вопросов. Четыре вопроса, которые включают первый вопрос – это консолидация. Консолидация может быть отчет о финансовом положении, может быть отчет о совокупном доходе и об изменениях в капитале. В зависимости от того, что было, мы поговорим о наших, допустим, что у нас будет в рамках будущего, ожидания по консолидации. Поэтому первый вопрос по консолидации более логично и просто предсказать. Второй вопрос будет связан со сценариями, которые нужно показать, и возможны расчеты, применить стандарт. Третий вопрос – могут быть у нас определенные требования в рамках конкретного МСФО. Мы должны указать, какие МСФО. Также у нас есть четвертый вопрос, он более сложный, где на 25 марок нужно написать теорию. Поэтому каждый вопрос, он по 25 баллов, по 25 марок. Какой был формат экзамена предыдущего года? Я сейчас покажу. С 2018 года, декабрь, да, если посмотреть. У меня тут есть несколько экзаменов, да. Если мы посмотрим. Секундочку. Так, я извиняюсь, коллеги, мне немножко технически не дают здесь почему-то зайти. Так, вот, декабрь 2018 года. Задача в 2018 году составляла 40 баллов. Если вы посмотрите, это все текст одной задачи. Это 40 баллов. Как сейчас у нас идет, у нас тоже идет консолидация. Но, посмотрите, идет текстовка, вроде на две страницы, поменьше, не на три страницы, но она весит 25 баллов. Поэтому в 2019 году первая задача по консолидации, она 25 баллов. Прогноз по первой задаче, я поговорю сейчас о прогнозе. КФП, да, консолидация отчета финансового положения, мы ожидаем. Я вернусь. И хочу вам показать, что у нас будет в рамках наших пример экзаменов по Дипифор. У нас есть ссылки, Анеля, в принципе, все вышлет. Так как изменения в формате экзаменов, вы когда заходите, есть панель СССР, которая нас поддерживает. Здесь есть прошедшие экзаменационные вопросы, есть отчеты экзаменатора, технические статьи и подготовка к компьютерному экзамену. Сейчас будет все в компьютерном формате. Это будет прям платформа компьютерная, она есть. У нас есть руководство по компьютерному экзамену. Что такое руководство по компьютерному экзамену? Где у вас написано, какие кнопки можно использовать, какие формулы, как это все происходит. Обязательно руководство по компьютерному экзамену нужно прочитать до экзамена. Есть вот такая ссылка на компьютерную платформу, где вы увидите, что она грузится. Сейчас идут еще немножко доработки по платформе, так как, когда мы заходим в эту платформу, таймера по времени нет. В изменениях к экзамену мы поговорим, так как нам будут даны 10 минут на прочтение вот этих инструкций, но сам экзамен будет 3 часа 15 минут. Поэтому, если вы не прочитали инструкции и пошли сразу на экзамен, то это не будет добавлено 10 минут к 3 часам 15. 10 минут только на прочтение инструкций. Сам экзамен 3 часа 15 минут. Поэтому инструкции вы можете прочитать все-таки заранее. Возможно, внимательно потратить еще эти 10 минут, не спеша, спокойно, прочитав, может быть, они что-то здесь между строк добавят, что сейчас не добавили. Мы нажимаем кнопку «Далее». Мы видим еще инструкции, которые нам дают объяснение. В экзамене можно выделять, подчеркивать, но также экзамен нас не пустит, если мы не прочитаем до конца. У нас есть калькулятор, помощь в экзамене. У нас не будет бумажных каких-то, получается, тетрадок, раньше, когда давали именно инструкции к экзамену. Это будет все электронно. Посмотрите, как у нас будет это проходить. Далее сейчас я пройду. Далее. Видите, не пускает. Я не прочитала полностью инструкцию. И написано 25 баллов. Всего 100 баллов. Здесь важно то, что мы должны ответить на все 4 вопроса. Это обязательно. Вы можете сказать, ну как так, я могу ответить на все 4 вопроса. Стресс, не знаю, там, не все, возможно, выучила, где-то забыла, где-то в ступор зашла. Первый вопрос, он более-менее предсказуемый. Остальные 3 вопроса будут зависеть от уровня вашей подготовки. Но даже если вы что-то забыли, у вас начинается паника, вы должны глубоко вдохнуть и выдохнуть, вы должны расслабиться. У вас у всех есть опыт, у вас у всех есть знания, у вас есть база. Вы должны написать. Оставить открытым вопрос нельзя. За неправильную грамматику, за неправильные какие-то расчеты, да. Еще что-то вам баллы отнимать никто не будет. Но, возможно, вы правильно поймете маркера, и все-таки где-то вам повезет, и вы наберете маркер. Так, опять я не дошла до конца. Сейчас секундочку дойду до конца, покажу вам. Я готова нажать «Экзамен»? Да. Потом у меня заходит в электронный формат экзамена. Посмотрите, это первая задача. Здесь идет описание. Здесь идет, именно когда мы берем, переходим на каждую часть, у нас есть вот такой электронный экран, «Эксель», где его можно растянуть, и здесь идет именно информация по нашим консолидированным компаниям, и это «Эксель». Чем отличается этот «Экселя»? Это не полный «Эксель», это версия «Экселя». Но что это дает? Плюсы того, что вы можете выделить эту информацию, скопировать и вставить в рабочее место. Немного непривычно, потому что надо все-таки здесь походить, потыкать, посмотреть, поучиться. После этого у нас есть информация. У нас есть информация в PDF, которая вам говорят. Вот эта информация относится именно к тем двум таблицам, которые мы с вами посмотрели. Информация тоже копируется и вставляется в рабочую область. Какие здесь сложности? Здесь есть блокнот, который не проверяется. Вот такой блокнот, куда вы можете писать. Но, знаете, если вы всю работу сделаете здесь, вам баллы не дадут. Это очень сложно. Поэтому касательно задания, вот есть ему задание, его тоже можно скопировать. И в первой задаче идет электронная таблица. Получается «Эксель». Черновики формата А4 будут давать. Нам обещали давать листочки, поэтому вы можете для себя что-то делать. Мое видение экзамена – это скопировать. Да, не говорите, я тоже без листочков не могу. Иногда хочется порисовать. И, скажем, «Эксель» здесь немножко ограниченный, что мы не можем вставлять колонки и столбцы. Это именно Pearson Vue платформа, которая нас ограничивает. Мы можем копировать, передвигать. Поэтому такие вещи, как Goodwill, доля неконтролирующих акционеров, там наша консолидированная нераспределенная прибыль. Мы должны сразу сдвинуть таблицы после копирования в это окно экселевское. И получается начинать внизу делать расчеты. Нужно вставлять формулы, нужно делать ссылки, потому что маркер посмотрит заход решения за вашу формулу. Даже если, допустим, где-то цифра будет неправильно, обязательно делать ссылки на ваше решение внизу. Какие-то вещи, если вам удобно, вы можете копировать в Excel пространство и писать. Тут нету никаких страниц, вы не сможете вставлять страницы, но спускаться вниз по данной таблице вы сможете. Поэтому сначала таблица, потом примечания, потом решения. Вот такой у нас идет формат с вами в рамках электронной платформы. Здесь также есть символы, пояснить ответ. Это именно ответ тому заданию, который выставлен здесь. И, как мы видим с вами, так, извиняюсь, возможно, я подвисла здесь. Так, кажется, панель у меня подвисла, простите. Давайте вернемся тогда в презентацию. Если я вернусь еще раз сюда. Ну-ка, далее. Далее также идут примеры. Это второй пример. Есть задание. И здесь идет текстовый процессор. Здесь уже идет Word. Значит, мы печатаем свои ответы вот сюда. Но ни в коем случае не стоит использовать блокнотик, если вы, конечно, там только что-то не сформатировали, потом не забыли переставить. Это иначе будет все-таки ноль по экзамену, так как вы будете писать не в том редакторе, который будет проверяться. Есть калькулятор. Но так как я привыкла все-таки иметь свой калькулятор, и у нас где-то будет Excel, вы где-то будете писать формулу в Excel, где-то будете писать объяснение, расчеты, вот, допустим, если требуется именно текстовый редактор. Досмотрим последний. Есть дальше у нас третий вопрос. Здесь опять у нас идет текстовый процессор, как вы видите. Другие, допустим, у нас идут вопросы. И последний вопрос. А, мы уже дошли до четвертого вопроса. Здесь идет вот такой как бы список того, что вы сделали, не сделали. Ну, я не делала завершить. Тут показывается, насколько я выполнила, не выполнила. Также у нас есть вот такое окно, где мы можем переключаться, не обязательно бегать с одного вопроса на другой, переключаться между вопросами напрямую. Да, вот скажем, вот этот вопрос. Мне нужно зайти, я возвращаюсь и его делаю. Поэтому, либо если мне нужно вернуться, я ставлю флажок. Так что это у нас новая электронная панель. Возвращаясь к нашей презентации. Формат экзамена. Вычисление рассуждения, как вы поняли. И что нам нужно набрать? Нам нужно набрать 50%. Вопрос, экзамен будет удаленно? Будет ли видеофиксация процесса сдачи экзамена? Смотрите, Бауржан, нам не подтвердили, будет ли экзамен из дома проверяться, или будет ли экзамен все-таки в центре. Поэтому ожидается, что все-таки это будет экзамен в центре с предоставленной техникой, оборудованием, где мы не будем, грубо говоря, задаваться вопросом технических рисков. Таких как свет, компьютер, что-то не так пошло, еще какие-то вещи. Если все-таки это будет экзамен удаленно, то будут предоставлены характеристики и будут предоставлены инструкции в случае того, что, ну, знаете, вдруг свет, вдруг еще что-то, вдруг не грузится, либо еще какие-то вещи. Видите, здесь нам пока о CCA панели не сказала. Насчет того, что можно было. Вы знаете, сейчас, насколько я знаю, CCA фундаментальные бумаги сдавались из дома, не в центре, но DPFER – это все-таки бумага более профессиональная. Так что, как только нам подтвердят, как мы будем сдавать экзамен, электронно – да, дома сидя с камерой, или все-таки будет это с центра, но с дома это в любом случае будет биометрическая верификация, будет экзаменатор, будут условия. Я не думаю, что здесь можно будет списать. Все равно есть ограничения по времени, но не сможете вы там сильно книжку посмотреть, да, если так разобраться. Есть вероятность того, что экзамены будут у каждого разные, да. Поэтому все-таки лучше полагаться на себя. Будем готовиться на 100% из того, чтобы набрать уровень для прохождения экзамена. Поэтому сколько писать на экзамене, это будет зависеть, что вы пишете именно по факту, от того, что вам требуется. На один вопрос написать 10 страниц может быть и сочинение, которое вообще не относится к этому вопросу. А можно написать и полторы страницы, то, что будет и относиться. Так, у нас еще вопросы. Если по одному стандарту раздать каждому моему родственнику, то вы сдадите. Ну, бег, баллад. Главное, чтобы ваши родственники вас поддержали, да. Не могу здесь пока до конца комментировать, но хорошо есть, что у вас чувство юмора. Вы знаете, в стандарте главное хорошее чувство юмора и настроение. Тем более ковид в этом году, мы все электронно работаем. Я думаю, мы должны все-таки быть больше на позитиве, нежели как-то себя жалеть. Краткое изложение изменений. Как мы сказали, 10 минут дается на чтение инструкции. Формат тот же. 4 вопроса, 25 баллов. Текст будет с вопросами у нас касательно электронный. Также у нас будут черновики. У нас будут обозначены вопросы. Будет редактор Excel Word. И возможность возврата либо изменения. Вы обязательно должны все-таки прочитать инструкцию заранее. Точно, социальная дистанция, не забываем. Я не знаю, как они это будут там в центре. Наверное, 2 метра будут отмерять. Но, может быть, все-таки к декабрю все-таки наша социальная дистанция станет ближе. Маркинг. Основные принципы. Как нас будут маркировать? Мы должны более приближенно ответить на вопрос. По сути, без воды, грубо говоря. Ответы будут проверяться по отношению к модельным ответам. Ваши работы будут сканироваться. Потом будут проверяться индивидуально маркерами. После этого будут смотреться результат. И если будут какие-то именно вопросы в рамках суждений, то все-таки будут еще перепроверяться независимым маркером. Не нужно понимать, если я это не напишу неправильно, в конце сразу же все перечеркивать, либо есть там функция delete all, удалить, допустим, все. Не надо этой кнопкой. Забудьте про эту кнопку удалить все. Оставьте. Все, что вы написали, в любом случае маркер будет рассматривать. Но главное, пишите в тех редакторах, которые будут проверяться. Либо Excel, либо Word. И старайтесь показывать логику ваших действий, ваш ход решений. Нет оценок за неправильное правописание, либо грамматику. Не заморачивайтесь, насколько вы там сейчас корректно пишете в рамках русификации вашего текста. Главное, чтобы маркер вас понял. Что значит понял? Это значит, что вы должны уметь объяснить, грубо говоря, на пальцах тот либо иной стандарт. Как это делается? Мы проходим стандарт. Вы понимаете, стараетесь объяснить своему ребенку, своему мужу, второй своей половине. Написать какие-то себе выжимки. Написать себе какие-то вещи, которые вы хотите запомнить, приклеить, не знаю, там ванну, в туалет, на холодильник, на работе кинуть, таблицы повторять. Если все-таки, как говорят, техника запоминания, каждый вечер повторять какие-то вещи в рамках повторения, мы запоминаем. У женщин по-другому, да, мы быстрее где-то забываем какие-то части. У мужчин по-другому мозг сложен. Но программа объемная, поэтому закладывать все наши задачи в большой ящик и возвращаться к ним крайне редко, это будет ошибкой. Поэтому отзыв экзаменатора, если вы сосредоточились только на одной консолидации, неправильно. Цитирование стандартов без применения конкретной ситуации, это тоже не совсем корректно. Нужно смотреть от вопроса. Нужно понимать в вопросе, какой стандарт идет, и указывать этот стандарт. Если идет объясните и покажите, то мы должны и объяснить, и показать, и рассчитать. Плохой тайм-менеджмент. Если мы где-то не рассчитываем время на каждый вопрос в рамках наших, получается, способностей, то здесь мы можем прозевать время на то, что мы должны потратить на другой вопрос. Поэтому 25 баллов – это в среднем 1,9 минут на каждый вопрос. И вы должны для себя поставить таймеры, чтобы не больше, не меньше, но максимум, что вы задерживаетесь на 5-10 минут, и вы крадете это время у другого вопроса. Все, планирование обязательно. Вопрос идет про регистрацию к определенному центру сдачи экзаменов. Так, вчера пытались, регистрация не получилась. Смотрите, данный вопрос, я думаю, Анеля, регистрация – это к тебе, да? Да, я давайте вернусь это в конце к этому вопросу, Гульмира, хорошо? После презентации я вам отвечу тогда. Так, я тогда продолжаю. Сам экзамен. Экзамен Дипифер, который мы планируем в декабре. Какие же ожидания? Как вы знаете, уже прошел экзамен 11 сентября. Уже есть сам экзамен на платформе. Что было? Совпала консолидация отчета в совокупном доходе, правда, без движения в капитале, хеджирование денежных потоков, фовардный контракт на покупку валюты, налоги на прибыль, аренды, связанные стороны. Также был дополнительно сельское хозяйство, операционные сегменты, которые у нас мы не прогнозировали, но, знаете, это мелкие стандарты, все-таки могут выстрелить. Поэтому почему я говорю, желательно повторить перед экзаменом, да, как бы ваши общие выжимки и посмотреть. Вы знаете, у женщин развитая интуиция. Ну, не знаю, вот сплю ночью плохо и вижу, что вот это будет на экзамене. Поделитесь в группу. Возможно, вы себе визуализировали, это и у вас будет. Ну, такое бывает. Почему нет? Иногда мы все-таки притягиваем, вот и нам хочется повторить это перед экзаменом. Повторите. Хочется? Посмотрите. Хотите прорешать ночью? Прорешайте. Но сильно себя не грузите перед экзаменом, чтобы вы не были уставшим и не заснули на экзамене. Экзамен обычно идет в пятницу. Это с трех часов дня получается, до шести пятна, ну, до семи, в принципе, вы задержите, пока вы приедете на регистрацию, на все остальное. Ну, где-то к часу дня вы подъезжаете в сам центр и начинается процесс уже подготовки к экзамену. Поэтому заранее отпроситесь на работе, так как у вас уйдет все-таки целый день, почти целый день на этот экзамен. Что классно, что у вас будут впереди выходные, и вы сможете отдохнуть. Ожидания в декабре текущего года. Часто тестируемые стандарты. ФРС-15 – это выручка по договорам с покупателями. Все-таки нравится нашему экзаменатору выручка. Новый стандарт, который вышел в 2018 году и вышел раньше, простите, но действует применение с 2018 года, и есть изменения, и они конкретные по отношению к 2018 стандарту, поэтому он тестируется. Финансовые инструменты, вы знаете, они всегда тестируются, финансовые инструменты, но какая часть будет тестироваться, уже будет на экзамене. Поэтому финансовые инструменты – это такой краеугольный камень, который вы все-таки должны посмотреть, разобраться и принять эти финансовые инструменты. Очень интересный стандарт. Вопрос первый. Бигбалат мне говорил. Консолидация отчета финансового положения. Да, Бигбалат. Мы ожидаем КФП на декабрь, но отказываться от отчета, консолидированного по совокупному доходу, мы не будем. Мы будем и то готовить, и другое готовить. Я, конечно, понимаю, что маркер делает ротацию между вот этими вопросами, но, тем не менее, мы не можем выкинуть из нашей программы все-таки консолидацию по совокупному доходу. Ответ сразу будет доступен. После экзамена результат… Вы знаете, на этот вопрос пока не могу ответить, нам панель не сказала. Я думаю, что, возможно, экзамен они сразу вывесят. Насколько ответы будут сразу доступны, не уверено. Может быть, есть риск все-таки. Сначала им надо проверить, чтобы информация не утекла. Результат, скорее всего, возможно, будет быстрее, так как это электронный вариант, а может быть и дольше. Я имею, сколько баллов вы получите, сколько набрали. Викбулат, я думаю, все-таки так, как это будет все-таки оцениваться сначала сканер, потом маркер, а нас таких много на экзамене, и это все-таки разные страны, я думаю, в соответствии с сроками, которые будут публиковать именно Дипифер. Так что я не уверена, что вы сразу там написали, автоматом, да, аллилуйя, у нас сейчас показался результат экзамена. Просто смотрите, в чем возникает риск. Сканер видит конкретные вопросы, конкретные вещи, которые он видит по отношению к ответу. Но вашу логику сканер не проверяет, формулы не проверяет. Касательно экзамена, Гульмира, смотрите, у нас отменили в Казахстане, в Азербайджане, в Узбекистане, да, Анеля? Отменили сессии экзаменов, но в других регионах, Россия, Украина и последующих, были экзамены. Поэтому стоял вопрос, так как нас предупредили поздно, мы хотели все-таки спросить, можем ли мы полететь и сдать, скажем, в Москве либо на Украине этот экзамен. Нам сказали, Казахстан не получится, потому что это технически уже невозможно, так как регистрация и полная подготовка мест по экзаменам закрыта, мы новые места готовить не сможем. Грубо говоря, нас так обломали хорошо и перенесли медленно на декабрь. Ну, для кого-то это хорошо, потому что есть время для подготовки, есть время для того, чтобы пересмотреть, есть время для того, чтобы спланировать все эти вещи. Едем дальше. Высоко ожидаемые стандарты. Это основные средства, любят спрашивать. Инвестиционная недвижимость не очень часто тестируется, может всплыть. Необоротные активы, предназначенные для продажи, давно не было. Аренда. Вот аренду любят со всех сторон. Если в предыдущей части в сентябре было, здесь тоже может выскочить аренда. Новый стандарт 16. Налоги на прибыль всегда появляются. Затраты по займам, раскрытие информации, связанных сторонах. Вот смотрите, в принципе, связанные стороны уже здесь были. Я думаю, можно, наверное, опустить. Но в любом случае с вами пройдем 24 стандарт. Так что не переживайте. Это небольшой стандарт, который не затронет много времени. И поэтому мы все-таки его покроем. Сейчас я вам хочу дать пару минут на то, чтобы мы поговорили с вами касательно ИАСа первого стандарта. И как смотреть на экзамен. Вот, допустим, самый легкий стандарт первый. Представление финансовой отчетности. Что мы должны? Мы должны описать, что туда входит. Какие виды отчетов. Мы понимаем отчеты о прибылях, убытках и прочем совокупном доходе. Отчеты о финансовом положении по состоянию на конец периода. Отчеты об изменениях капитала за период. И отчеты о движении денежных средств за период. Три отчета, которые здесь идут, мы будем со ними напрямую работать. Отчет о движении денежных средств к нам не будет входить. Но мы его должны уметь рассказать, что это такое. И здесь идет информация, что отчет о прибылях, убытках и прочем совокупном доходе. Либо отчет о совокупном доходе нужно интерпретировать со стороны отчета о прибылях, убытках и со стороны прочего совокупного дохода. В чем разница? Отчет о прибылях и убытках – это отчет о деятельности компании за период, показывающий чистую прибыль. А прочий совокупный доход – это не деятельность компании, это изменение в капитале компании, являющееся результатом и отражающееся в отчете о прочем совокупном доходе. Грубо говоря, прочий совокупный доход – это что? Переоценка ваших основных средств. Результаты хеджирования, результаты пересчета курсовой разницы по вашим дочерним компаниям. Что-то может реклассифицироваться, что-то может не реклассифицироваться. Вы должны все это уметь излагать в вашей теории. Также примеры отчета финансового положения, как вы видите, разделение на активы, краткосрочные, долгосрочные. Вы должны уметь объяснить, что такое внеоборотные, оборотные активы, что такое понятие краткосрочные активы, что такое капитал и также разделение обязательств. Что может еще включать? Смотрите, пример отчета о прибылях и убытках. Да, это одна часть того, что мы с вами поговорили, отчета о совокупном доходе. Но здесь нет отчета о прочем совокупном доходе, что маркер будет искать в вашем ответе. Также отчета о движении средств вы должны уметь объяснить, что туда входит именно движение операционной деятельности, финансовой деятельности, инвестиционной деятельности. Но так как мы особо не затрагиваем эти вещи, общее понимание отчета мы пройдем, но не будем на нем сильно концентрироваться. Посмотрите, основные принципы, теория. Теория везде входит в депифори, поэтому такие вещи, как основные принципы, фундаментальные характеристики, концепции по МСФО, нужно будет делать для себя выжимки, как слайды, понимание, и запоминать, чтобы вы на автомате могли ответить маркеру и сразу вытащить из своей головы определенные вещи, которые он ожидает от вас услышать. шаблонные ответы, да, поэтому что-то придется прочитать, запомнить и повторить. Но обязательно, если вас просят, объясните и скажите основные принципы, помимо того, что вы перечислили, да, вот скажем, взаимозачет, принцип начисления, периодичность, достоверное представление, вы должны уметь объяснить, что это такое. Здесь поэтому, почему я говорила, четвертый вопрос сложный, 25 процентов, 25 марок, потому что нужно, представляете, на 25 марок написать теории, а чтобы ее написать, ее надо хотя бы помнить, да, и понимать, что же входит в этот стандарт. Например, принцип непрерывной деятельности. У нас должны быть ассоциации, у вас с каждым стандартом должна быть своя какая-то мнемотехника, что вы понимаете, хоп, лампочка загорелась, о, это получается про вот это, или это про вон то. Поэтому вы должны для себя как-то это ассоциировать и стараться объяснить, чтобы, если вас человек напротив сидящий понял, то и маркер вас тоже поймет. Касательно сокращений, аббревиатуры, лучше сильно не сокращать, так как справедливая расчетная стоимость или средства там СРС по-разному может расшифровываться. Лучше написать полусокращенно, но маркер поймет, нежели совсем сокращенные какие-то вещи. Поэтому принцип непрерывности деятельности, как у нас показано на слайде, это риск банкротства, нарушение условий займа, убытки. Получается, у компании идут ситуации на ухудшение и то, что она, возможно, не будет присутствовать, существовать, вести свою деятельность в ближайшие 12 месяцев после отчетного периода. Да, грубо говоря, в осуществимом будущем, как нам говорят. И здесь вот есть небольшой пример, будьте добры, прочитайте, мы буквально пару минут закончим на дискуссию, и я передам слово своей коллеге, Аннелле, плюс если у вас будут какие-то вопросы. У нас есть сумма кредита, у нас есть какие-то ковенанты, мы не смогли выполнить условия ликвидности, и существует ли риск непрерывной деятельности. Давайте напишем, если плюсики вы поставите, то существует риск, если минусики, то не существует риск. Если плюсы, то риск существует, если минусы, то риск не существует. у вас есть чат, то вы можете все-таки проголосовать. Так, у нас Арай ответила. О, Бауржан, отлично, отлично. Еще кто-то хочет поделиться мнением? Кто-то дописал, да, Максат, ОМА, отлично. Смотрите, в зависимости от ситуации, если смотреть консервативно, вы должны рассуждать, да, у нас есть ковенанты, мы не выполнили, у нас есть задолжение, вы должны рассуждать и давать свой ответ на полагающих аспектов и задачи. Поэтому, оценивая, уточняя, что здесь у нас все-таки существует риск непрерывности деятельности, вы должны объяснить, что если сразу сейчас все потребует и компания не сможет выплатить и функционировать в дальнейшем, то, конечно, компания закроется. Это такой легкий, маленький примерчик. Также у нас есть проблемы с ликвидностью, компания, допустим, нет стратегического плана, здесь тоже все очень просто. Существует ли риск непрерывности деятельности? Здесь еще один пример по риску непрерывности деятельности. Но что нужно делать еще дополнительно касательно этого вопроса? Нужно уметь объяснить по ситуации, дополнительно сформировать шаблонный ответ относительно ваших простых слов, здесь как бы более сложно. Допустим, принцип непрерывности деятельности, если события и условия формируют наличие существенных неопределенностей, угрожающих принципу непрерывности деятельности, но эти неопределенности будут нейтрализованы контрмерами руководства. Что это такое? Это шаблонный вариант примерной текстовки, который идет. Мы можем сказать, что компания в обозримом будущем не сможет существовать, если компания не примет меры. Более простой текст, более простой вариант, поэтому мы должны раскрывать информацию касательно основных условий либо событий, которые привели к этому существованию риска. Оценку менеджментом именно значимости этих условий или событий по отношению способности компании к погашению займа, погашению каких-то своих обязательств, также рассмотрение планов руководства, какие будут действия именно руководства по отношению данной ситуации. Так что, вы знаете, не так страшен черт, как его молюют. Если все делать вовремя, если повторять, если разбираться сразу, не откладывать в долгий ящик, то у вас все получится, и вы сможете сдать этот экзамен. Тем более, от нас не требуют, если кто-то учился в зарубежных вузах, там знаете, как, допустим, 90% это и плац 5 с плюсом, от нас не требует 90% сдачи экзамена. Нам нужно сдать экзамен, и проходной балл 50%. Чем лучше вы сдаете экзамен, тем лучше вы знаете, тем выше у вас будут баллы. Но для сдачи экзамена нужно 50 баллов. Так, вопрос. экзамен пройдет онлайн, и обучение из вашего центра будет онлайн. Так, смотрите, повторюсь, сейчас еще неизвестно, будет ли это все-таки экзамен из центра, и где нам предоставят оборудование, и будет он все-таки в электронном формате, или этот экзамен будет в электронном формате, и будет проводиться дистанционно, мы можем его, допустим, с дома, скажем, провести. Нам пока не подсказали насчет этого вопроса. Как только будет известна информация, мы вам подтвердим и скажем. Просто сейчас они до конца не решили, ведутся именно технические характеристики, рассматривается, сколько зарегистрированных студентов, какие центры, сколько оборудования, как они будут готовы. Вообще ожидается, что это будут в центре с предоставлением оборудования, и будут проходить в электронном формате экзамен. Если же все-таки нам подтвердят, что это будет экзамен проводиться из дома и дистанционно, то будут критерии технические, будут сказаны, как это будет проходить, и все-таки нас уведомят заранее. Поэтому в рамках моей презентации я закончила. Если у вас есть вопросы, будьте добры, можете включить микрофоны, можете написать в чат, я с удовольствием отвечу. Обещаю, что на курсе будет весело. Мы все учимся, даже я учусь. Есть вопросы, которые требуют возвращения ответа. Я не могу сказать, что я не оставляю все-таки именно риска по сдаче экзамену, если вы будете все-таки желанием подходить и уделять время на сдачу экзамена. Поэтому посмотрите, подумайте, здесь именно главная техника сдачи экзамена и пройти и написать материал, который мы с вами пройдем. Но все условия для сдачи экзамена, все материалы, все лекции, они у вас будут. Главное, чтобы вы настроились на позитивный подход и все-таки старались прослушивать либо уделять время по выходным в рамках нашего курса. Коллеги, я теперь добавлю со своей стороны. У нас обучение будет проходить на платформе, которую мы сейчас тестируем. Это WebEx, она полностью защищена, поэтому в этом плане вы можете не переживать. Во время занятий все занятия вы можете также осуществлять посредством голосовых сообщений, то есть включать ваш микрофон и плюс писать в чате, как мы сейчас и пишем. Вы можете также подключаться, я вот вижу, коллеги у нас практиковали, через телефон подключались и можете через компьютер. Главное, чтобы у вас было очень хорошее интернет подключение. Обязательно мы предоставляем на занятиях видеозаписи каждого урока. Это у нас в системе дистанционного обучения СДО. Я вам открываю отдельный доступ. Здесь вы находите еще дополнительные материалы, видеозадачи помимо наших занятий и плюс учебные материалы в электронном формате и обязательно в печатном варианте. Что касается экзамена, если вы видите на экране три условия, если вы являетесь бухгалтером, у которого есть диплом о высшем образовании, два года опыта работы, то, пожалуйста, вы можете сдавать экзамен. Если у вас есть сертификат профессионального бухгалтера, вы также можете сдавать экзамен. Либо если же у вас диплом не бухгалтера, но у вас есть три года опыта работы, вы можете сдавать экзамен Дипифор. Касательно регистрации. Регистрация сейчас у нас проходит в два этапа. Она у нас проходит через ACCA, буквально это с 20-го года ввели. Она проходит два этапа. Первая это регистрация в ACCA как студента, то есть вы направляете ваши документы, оплачиваете 89 фунтов. Далее после рассмотрения, если приходит положительный ответ, вы регистрируетесь на экзамен. Это срок до 5-го ноября, поэтому для регистрации действуют две даты. Регистрация как студента ACCA до 19-го октября, повторюсь, и регистрация на экзамен до 5-го ноября. Касательно вопроса Гульмиры по поводу регистрации в каком городе. В принципе, сейчас уже регистрация открыта на декабрьскую сессию. К сожалению, выбора именно определенного экзаменационного центра у нас нет. Поэтому, когда вы заходите на ваш профайл, вы можете выбрать только тот центр, в котором есть пометка с временем. Там, допустим, написано 03-00, обычно это так указывается у них. Регистрация в ACCA обязательно. Без регистрации в ACCA вы не сможете зарегистрироваться на сам экзамен. Это такая процедура. Если кто у нас регистрировался уже на бумаге ACCA, то они знают, что они регистрируются сначала в ACCA как студент, то есть первичная регистрация, 89 фунтов, потом уже регистрируются на экзамен, оплачивают за DPF, это 122 фунта. Далее, по нашему расписанию, у нас обучение проходит 108 академических часов, то есть это по 45 минут, если считать в общей сложности. С Зариной у нас обучение начинается на следующей неделе, 2 октября, то есть у вас есть еще время зарегистрироваться и обучение все полностью будет в онлайн формате. То есть зарегистрироваться на экзамен, у вас возможность есть как через нас, так вы можете самостоятельно. Инструкцию по подключению плюс инструкцию для регистрации на экзамен, мы все это предоставляем, то есть вы можете увидеть. Начало занятий у нас по пятницам субботам с 9 утра до часу дня. Обязательно у нас есть один перерыв. Так, если у вас еще есть какие-либо вопросы, вы можете задать. Цена курса у нас у Болсон 355 тысяч тенге, это стандартная стоимость онлайн-курса. Есть скидка для физических лиц 20%, то есть эта стоимость будет 284 тысяч тенге, это уже с учетом НДС. Скидки не распространяются на регистрацию на экзамен, поэтому это оплачивается отдельно. Гульмира, я полагаю, тогда вам необходимо будет позвонить в ИССЕ и переговорить с ним касательно регистрации в городе Нур-Султан, у них есть именно поддержка, служба поддержки, которая именно русскоязычная, работают они с часу дня до 9 вечера, в каратинное время они работали у нас до 6 вечера, думаю, вы можете к ним обратиться. на сайте ИССЕ также есть этот номер, можно будет к ним позвонить. Коллеги, я всем, думаю, ответила на вопросы, если у вас еще есть, пожалуйста, задавайте, мы запись данного мероприятия постараемся предоставить вам и направить именно ссылкой, если у вас будут вопросы, вы можете задавать всем мне по регистрации на сам курс Ирины и другие вопросы тоже в принципе можно будет задать, да? Да, коллеги, если есть вопросы по формату экзамена, там, еще что-то, какие-то электронные вещи, боюсь задавать вопросы, спрашивать, там, не понимаю, вы знаете, мы вся одна команда, будет группа и любые вопросы не надо бояться задавать, потому что если они возникают, значит, они возникают. Понимание будет у вас, у вашей группы и в принципе здесь процесс обучения, это нормально, но стандарты все-таки включают большую часть стандартов, поэтому надо понимать, что легкомысленно к курсу относиться все-таки не стоит, так как за неделю выучить весь курс не получится, если вы, конечно, не гуру СФО относительно, но есть своя специфика и техника, где требуется даже профессионалу наработка каких-то технических вещей для сдачи экзамена. Так что это время, которое вы будете все-таки планировать, это пятница, суббота, это ваше личное время, но вы для себя должны решить, что вы готовы для новой квалификации, которую мы сдаем, а мы все-таки все должны сдать в декабре текущего года. Зульфия, касательно вашего вопроса по поводу записи занятий, все занятия будут доступны вплоть до даты экзамена, то в нашем случае это 11 декабря, а если вы пропустили занятие, в любом случае вы сможете его пересмотреть, начиная даже с самого первого, единственная одна просьба будет предварительно предупреждать меня и только по уважительной причине отсутствовать на занятиях. Вижу в чате вопрос от Мади. Мади, если у вас есть какие-то конкретные вопросы сейчас, вы можете задать, я вам объясню. У нас вроде бы есть пару минуток и я могу уделить время. Запись будет предоставлена. Всем спасибо за участие. Коллеги, спасибо.